Беседа в комнате между его божественной милостью Ачебхактивидантой с вами Прабхупадой и двумя адвокатами и гостем. 22 мая 1975 года в Бельбурне, Австралия. Те, кто присутствуют здесь, они хотели бы получить ваше общение, более личностное общение. Я тоже хочу. Это важно. Стремиться общаться с духовным учителем. Это слова Шичитани Махапрабху. По милости Кришны человек встречается с истинным духовным учителем. А по милости духовного учителя человек обретает Кришну. Так что Кришна находится в сердце каждого. Кришна понимает, что мы хотим. Когда мы искренне хотим Кришну, тогда Кришна посылает своего представителя, Гуру. Гуру является представителем Кришны извне. Искреннего ученика Кришна учит как изнутри, так и снаружи. Именно так это происходит. Чтобы он быстро обрел способность вернуться домой к Богу. Так что это желание быть привязанным к духовному учителю является хорошей квалификацией. Ясся Прасаду. По его милости, по милости Гуру, Кришна становится милостивым. По милости Кришны человек обретает духовного учителя. И по милости духовного учителя он обретает милости Кришны. Так что это ваше поведение, эта привязанность очень ценится как Кришны, так и преданными. Так что продолжайте в том же духе и следуйте наставлениям. И тогда, не сомневайтесь, вы вернетесь домой к Богу. Это не трудно. Искреннему человеку вернуться домой к Богу не составляет труда. Особенно в эту эпоху Кришна сам явился как Шичайтанья Махапрабху. И Шичайтанья Махапрабху очень-очень добр к падшим душам. Он сострадал к папе и тапе. Папе значит грешники, тапе значит страдающие. Было ли у него что-то общее с папе и тапе? Нет. Он общался с самыми возвышенными душами. Они все были очень возвышенными душами. Но миссией всех их было спасение папе и тапе. Это мы описали в нашей маленькой книге Шри Кришна Чайтанья в пяти проявлениях. Итак, папе и тапе — это все в эту эпоху особенно. Но если мы найдем прибежище у Шичайтанья Махапрабху, по его милости мы получим все. Так сейчас Шичайтанья Махапрабху и Нитянанда пришли в Мельбурн. Они прекрасно выглядят. Всегда будьте заняты служением Господу. Шри Вигра-хара-дхана-никта-на-на-синг-аратан-ман-дирамар-джана. Шри Вигра-хара-дхана — это метод арчаны, начинающийся с мангло-аратрики и кончающийся шайна-аратрикой. Все это нужно делать очень хорошо. И храм нужно поддерживать в безупречной чистоте. Оборка в храме настолько же важна, как и одевание божества. Не стоит считать, что храм может оставаться грязным, и вы будете просто одевать божество. Нет. Все в храме нужно поддерживать в чистоте. Все должно быть в порядке. И чем более аккуратным и чистым будет храм, тем более чистым будет ваше сердце. И тогда вам будет очень легко понять. Мы не можем постичь Кришну, поскольку наше сердце заполонено всевозможным мусором. От этого мы должны его очистить. И тогда нам будет легко понять Кришну. Я очень рад, что мы приобрели это хорошее здание. Поддерживайте его в аккуратности и в чистоте. Продолжайте повторять Святое Имя. У вас есть хорошее место для пения и танцев. А на лужайке, перед храмом, выращивайте цветы. Таким образом, сделайте этот центр уникальным местом. А это здание представляет собой историческую ценность. Если люди поймут, что это здание сейчас стало храмом, и он очень хорошо содержится, они будут приезжать сюда, чтобы посмотреть. Всегда следуйте принципам и повторяйте Харе Кришна. Я думаю, что все вы образованы. Читайте книги. Старайтесь постичь философию. Тогда ваша жизнь будет успешной. Спасибо вам большое за то, что пришли. Все они живут здесь? Они живут в этом храме? Мы хотели бы, чтобы они все жили в храме, но некоторым из них немного трудно быть жителями этого храма. Сделайте так, чтобы им было легко. Хорошо. Они не хотят уходить. Хорошо. Хорошо.